Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Совсем недавно стало известно о том, что ведущей проекта «Голос» значит, станет и стала Лариса Гузеева вместо Нагиева. Конечно, я могу сказать, что это многих возмутило, потому что для меня она не вписывается никак абсолютно в этот проект, как и в любой другой, кроме, может быть, воездной регистрации брака. Но интересно то, что стал известен размер гонорара Гузеевой за работу ведущей в «Голосе» 60+. Значит, вот что пишут. Дмитрия Нагиева нашего «Голоса» 60+, заменил Гузеева. Многие поклонники остались недовольны такой рокировкой, однако вряд ли Гузеева это будет волновать, учитывая, какой гонорар ей предложили, как пишут в СМИ. Издание «Нью Информ» передает, что Гузеева, здесь ее называют «Звезда, давай поженимся». У нас скоро будет «Звезда», еще чего-нибудь уже. Не просто «Звезда», «Звезда, давай поженимся». За свою новую работу будет получать, внимание, друзья, как пишет издание «Нью Информ», 2 миллиона рублей в месяц. 2 миллиона рублей в месяц. Отмечается, что именно внушительный гонорар стал ключевым фактором, после которого Гузеева согласилась заменить Нагиева. Ну, еще бы, за 2-то миллиона в месяц. Чего же не заменить? Друзья, что сказать? Вы знаете, наверное, нужны какие-то программы. Наверное, тоже нужна программа «Голоса» 60+, и, наверное, кто-то смотрит эту программу. Что, стоило ли платить Гузеевой 2 миллиона в месяц, чтобы это было именно Гузеева там, я очень сильно в этом сомневаюсь. Я думаю, что можно было пригласить человека менее узнаваемого. И вообще спросили ли люди, хотят, чтобы Гузеева вела, чтобы ей платили 2 миллиона в месяц на Первом канале. Я думаю, что можно было взять человека, может быть, не знаю, там, не то что менее узнаваемого, да, который бы согласился за 200 тысяч в месяц в месяц, понимаете, в чем дело? Да за 100 бы согласился. И был бы рад, потому что эта программа все-таки 60+, люди старшего возраста поют, и ветераны участвуют, да, то есть огромное уважение к этим людям на самом деле, что люди творчески раскрываются, не сидят без дела. Это очень здорово. Подают пример молодежи даже в определенной степени. В общем, меня вызывает возмущение не то, что размер гонорара, а то, что 2 миллиона в месяц готовы платить Гузеевой, чтобы она там была, даже не спрашивая людей, она там вообще нужна кому-то или нет. Можете представить теперь, сколько зарабатывают, там, я не знаю, или зарабатывали ведущие, которые, там, типа Ургант, вечерний Ургант, там, Галкина, который вел с детьми и так далее. Откуда такие вообще гонорары-то берутся, не могу понять. У нас такое впечатление, что если ты эстрадная певица или певец, или ты работаешь на телевидении, то, не знаю, зарплата 50 тысяч людей, там, 40, а, значит, гонорара 2 миллиона в месяц. Откуда он берется-то? Возьмите такую же заработную плату 50 тысяч, платите Гузеевой в месяц, и пусть идет отдыхает. И вообще всем ведущим и остальным. Откуда там такие зарплаты-то берутся, я не могу понять. Они что делают? Друзья, что думаете на сей счет с вами? Ладно, я еще раз скажу. 2 миллиона платите в месяц шахтеру. Вот это да, вот это работа. Это металлургу в цеху, там, 50 градусов. Значит, это педагогу с детьми попробуйте поработать, когда их 20 человек в кабинете. Там, я не знаю, врачу, потому что врач, что он, отвечает за жизни других людей. Это да, вот это другой разговор. А тут платить-то, кстати, не знаю, я не понимаю этого. Друзья, что думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно, ссылочки по закрепленным комментариям. В описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать проект Будда Гришна. Подписывайтесь на резервный запасной канал Будда Гришна Новости. Здесь YouTube, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. Телеграм-канал Будда Гришна Новости. Там политика, а не только политика с моими комментариями. Успехов, здоровья, друзья. Всем пока. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова